В Северной Осетии задержали вора-гурмана, который орудовал исключительно на праздничных банкетах. Удивляет его выбор. Он пришел на свадьбу в один из ресторанов и совершенно спокойно вынес из зала торт и ящики с напитками. Гости подумали, что это сотрудник заведения, поэтому ничего не заподозрили. В другом кафе, в разгар веселья, он аналогичным образом унес и продукты со стола. Но этого наглому обжоре показалось мало. Решил работать по-крупному и пока люди танцевали, заодно прихватил дамские сумочки, деньги, банковские карты, документы и даже куртку. Участники банкета сразу вспомнили таинственного гостя и описали его приметы полицейским. Машину вора, набитую гостинцами, успели перехватить в дороге. Главный синоптик страны развеял многолетний биф о погоде, какой все знает моя коллега Елена Лихоманова. Да, Сергей, прямо сейчас все расскажем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале РЕН-ТВ. Меня зовут Елена Лихоманова. Здравствуйте. Расскажу о самом главном к этому часу. Больно не только мне, а всем актерам, работникам этого театра. В центре Москвы исчез профиль Марка Захарова. Мы выяснили, кому помешал портрет недармого мастера Ленкома. Вот это супергерои. Школьники, спасшие жизни. Отважные, смелые и очень скромные. Супергерой. Нет, я просто помог другу. И они получили заслуженные награды. Артисты Мариинского театра после выступления оказались в больничной палате. Всю ночь капали капельницы, кололи уколы. Кто изменил тональность гастролей на минор? Зима в розовом цвете. Что это значит для россиян? И ждать ли холодов на первые ноябрьские выходные? Самый точный прогноз от Росгидрометцентра. Джокер показал то, что скрыто. Все вылезают, все пороки нас, критиков, зрителей. И там видно, кто про что. Все же пишут про себя. Режиссер Юрий Грымов о синдроме нашумевшего кино. Птица едва не стала причиной страшной трагедии. В Тюмени совершил экстренную посадку. Суперджет-100. Спустя пять минут после взлета двигатель лайнера, который направлялся в Петербург, перевели... Продолжение следует...